Всех приветствую, друзья! Мой я Мэтвистер и сегодня с вами судим самые быстрорастущие стикеры парижского мажора. Посмотрим, какие из них были искусственно забущенные, а какие имеют натуральный рост. Также взглянем, какие стикеры имеют самую лучшую перспективу и в какие надо вкладываться. Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу сообщить, что у меня есть телега, где я максимально быстро сообщаю о всех новостях CSGO. Так и плюсом, если вы на нее подписаны, вы всегда будете в курсе того, что нужно вкладываться, а что нужно срочно сливать. Вот как пример, ребята, в своей телеге я неоднократно сообщал купить маузов металлических по 2000 рублей. Потому что рост данного стикера был очевиден для меня. И те, кто были подписаны на телегу, сейчас меня благодарят за то, что они купили их всего по 2 косаря. Потому что сейчас стоимость этого стикера 7000 рублей, что делает его самым быстрорастущим стикером за последнее время. И если бы вы были подписаны на мою телегу, можно было бы уже фиксировать профит. Ну а также для любителей халявы, здесь сейчас происходит розыгрыш на 5 АОП хромированная аберрация. Все, что надо сделать, прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал, а также подписаться на этот телеграм-канал. Плюс написать в комментариях, участвую. Все просто, плюс элементарно, ребят. Результаты на розыгрыш уже завтра в моей телеге. Так что мой совет залетать и прямо сейчас участвовать. Что ж, ребята, а начнем мы с самого медленного роста до самого быстрого. И первым таким стикером является мауза блестки по рижу 2023. Думаю, объяснять, почему этот стикер вырос с 50 рублей до 100 не нужно. Потому что по моим личным предиктам, как только скидки закончатся, его стоимость будет минимум 300 рублей. А все дело в том, ребята, что это единственный мауза блестки без фона. Если вы еще не вложились в эти стикеры, ну, это печальная история. Потому что рост у них точно будет, и он будет колоссальным. В своей телеге также я неоднократно говорил, почему этот стикер один из самых перспективных в парижском мажоре. Следующая наклейка, которая удивила меня своим ростом, это Into the Breach голографическая. Ее стоимость от 130 рублей выросла от 270. Скорее всего, причиной тому послужило то, что игрок Cypher и Volt ушли из этой команды. Cypher соло тащил свою тиму. И сейчас он, собственно, ушел из Into the Breach. Тем самым, очевидно, что многие люди сделали вывод, что Into the Breach больше никогда не пройдет на мажоры. Ну и плюсом, они имеют достаточно красивую голографическую наклейку. Следующий стик, который неплохо вырос в цене, это Woody голографический. Его ценник скакнул с 250 рублей до 600. И сейчас стабилизировался на 530. Но ниже этой отметки он не падает. Еще растет наклейка Flux, голографическая. И этому есть одно единственное объяснение. Все дело, ребята, в SM-холла. Его цена продолжает расти, из-за чего, очевидно, все его тиммейты поднимаются вверх вместе с ним. Ну и также логотип команды Flux. Следующий стикер, о котором я говорил неоднократно в своем ролике, и те, кто закупили, сейчас меня благодарят, это наклейка Tor the Sea, голографическая. Это один из тиммейтов Декстера команды Маузов. Его стоимость с момента начала скидок со 130 рублей поднялась до 350, что колоссальный рост, почти x3 от цены. Так что поздравляю всех, кто вложился в данный стикос. И я думаю, это далеко не конец. Его стоимость будет минимум косарь. Но для тех, кто вдруг не знает, почему этот стикер так резко вырос в цене, все дело в том, что он находится в команде Маузов, который безумно хайповый стикер. Но об этом я говорил в начале ролика. И плюсом, этот игрок соратник Декстера, чья роспись стоит 2000 рублей. Потому что, во-первых, его кикнули из Маузов, а во-вторых, у него на росписи написано секс. Хочу посоветовать вам сайт SellYourSkins. Если вы максимально выгодно можете продать свои скины и купить что-то получше. Например, мы с вами возьмем юсп и вот этот вот калашик. Выбирайте любой метод получения денег, например, киви. Дальше нажимаете подтвердить, вводите свои данные и отправляете трейд. Так еще, если вы введете промокод TWIST, вы получите плюс 5% к балансу. То есть, допустим, вы продадите какой-нибудь скин на 1000 рублей и получите все сверху дополнительно 50. Как по мне, очень крутая халява, особенно если вы хотите продать недорогие скины. Так что, я думаю, сайт SellYourSkins будет полезной для каждого из вас. Следующий стикер, который неплохо растет в цене, это ФНАТИ Голографические. Их стоимость 210 рублей умножилась почти вдвое. Но я считаю, это задутый ценник, и данный стекоз не должен столько стоить. Все дело в том, что многие люди, которые говорят, инвестируют данный стекоз, аргументируют это тем, что он очень похож на катавису 2014 года. Что, как по мне, полнейший бред. Да, ФНАТИК это единственная команда, которая осталась в катависе 2014 года, и сейчас прошла на парижский мажор, и имеет, собственно, стикер без фона, с новым логотипом. Но это явно не то, почему данная наклейка должна расти в цене. Поэтому, как по мне, инвестировать данный стекоз очень рисково. Некоторые китайцы пытаются задуть цену данной наклейки, но, как по мне, опять же, это неоправданно. Следующий стикер, который показал лучший натуральный рост, это АПЕКС ХОЛЛА. Стоимость данной наклейки выросла с 400 рублей до аж 1200, что более чем x3 от цены. И тут, как бы, все лежит на поверхности. Во-первых, АПЕКСы это единственная команда, у которой в логотипе буква А. Тем самым, можно делать большое количество крутых крафтов. Плюс ко всему, недавно команду АПЕКС покинул игрок GL, который ушел в Na'Vi. А он неоднократно моралил свою тиму. Из-за чего, также, многие считают, что АПЕКСы больше не пройдут на мажоры. Но основной причиной, я все еще считаю, то, что АПЕКСы имеют крутой логотип. Ну и последний стикер, который показал рекордный ненатуральный рост, это наклейка ИНС ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ. Ее стоимость с 55 рублей вскакнула аж до 500. Что почти x10 от цены. Это был очередной колоссальный буст от китайцев. Если мы посмотрим на график, мы увидим, что с 500 рублей потом стикер сразу резко рухнул вниз, потом вырос, а потом снова упал на дно. И если вдруг у кого-то из вас есть данная наклейка, советую сразу сливать. В том числе, также была забущена золотая версия этого стикера. Светую в том числе и сливать. Потому что очевидно, что этот стикос был задут просто так, без причины. Единственную аргументацию, которую я смог найти, это то, что наклейка ИНС ГОЛО на риле 2022 была самым дорогим автографом. А все дело в том, что на данном автографе была нарисована змейка. Что выглядело очень круто. И видимо на этом инфоповоде кто-то захотел захайпить также наклейку Парижа 2023 ИНС. И как можете заметить, у него прекрасно получилось. И стоимость данного стикоса с 50 рублей сейчас стабильно держится на отметке в 200 рублей. Что ж, ну а я хочу вам напомнить, что в моей телеге происходит розыгрыш на 5 ВП хромированная аберрация. Результаты будут уже завтра. Условия супер простые. Будет подписанным на этот телеграм-канал, поставить лайк на это видео, подписаться на ютуб-канал, на котором смотрите это видео, и также написать в комментариях, участвую. Ссылка на телегу есть в описании, залетайте. Ну а я, ребята, на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня.